ну что ж поговорим про автоматизацию системы отопления вообще эта тема очень важная я считаю что это должно быть стоять не только в каждом частном доме что самое актуальное для частных домов но и в квартире по возможности так как решение достаточно простое если газовый котел автономный таких квартир сейчас мало но тем не менее делаются в основном сейчас таким образом с газом для чего нужно вообще автоматизировать отопление во первых это комфорт всегда удобней когда независимо от температуры за бортом у вас нужна установленная вами температура то есть моем случае это поддержание 23 градусов при достижении 24 градусов система отключает насос соответственно отключает отопление и при падении до 22 включает заново таким образом независимо о том от того какие холода на улице или насколько тепло на улице вышло солнце или нет у меня всегда комфортная температура дома без излишеств например в последние дни светит солнце и частенько отключается отопление потому что у меня южная сторона два окна на юго-восток два окна на юго-запад и очень хорошо греет солнышко дома становится сразу теплее и отопление отключается практически полдня отопление отключено в другом же случае если регулировку оставить только по температуре теплоносителя то есть вот у меня термостат здесь вынесен и он будет контролировать всегда допустим 50 градусов поддерживать независимо от того какая у вас температура дома и чтобы в жару допустим на улице если жара жара вам нужно будет убавить вы убавляете температуру с 50 там до 30 и постоянно вот так вот бегаете что такого не было нужно термостатировать нужно управлять отоплением относительно температуры воздуха в доме вариантов несколько можно отключать снижать температуру здесь но это сложнее но я объясню как это можно сделать либо просто отключать насос те кто будет говорить что включение отключения насоса часто это ему плохо обломайтесь ничего подобного часто за включением или выключение плохо только для электроники которую и себя представляет только конденсатор его не проблема заменить ничего ему не будет тем более не включается там раз в час там туда-сюда выкал вкал выкал нет такого он включился полчаса постоял наоборот выключился полчаса постоял потом включился и так работает три часа ну и так далее он выключается ненадолго так что ничего ему не будет даже если он включаться будет один раз час и выключаться то есть в к выкладывать один раз в час ничего ему с этого не будет вот он стоит работает два года ничего ему не становится самый дешевый за полторы тысячи насос как работает как вообще можно сделать самый простой вариант эффективный поставить вот такой термостат для теплых полов то есть они внутренние но можно закупить вот такую вот коробочку с алиэкспресса я заказала не получше здесь тоже продаются то есть они вот так вот ставятся и вот так стоит этот термостат можно поставить либо здесь и вывести наружный датчик вот этот вот который заливается в теплый пол как правило сам датчик в теплый пол его и это в термостат вот этот датчик можно удлинить на одном из объектов я удлинял метров на 15 проводом ничего с ним ему не стало и индикация точно такая же и правильно никаких помех нет ничего то есть можно поставить для удобства термостат здесь и датчик вывести в нужную комнату можно в детскую комнату самую холодную допустим вывести и поставить режим контроля только по внешнему датчику у него есть внутренний датчик свой вообще очень классно термостат стоит чуть больше 1000 рублей он у него есть функция запоминание состояния то есть если отключается электричество все сбрасывается если при отключении он был включен то есть сам по себе в включенном режиме он вернется в этот режим но по умолчанию эта функция отключена нужно по инструкции и и включать то есть это очень классная штука программе программирование на семь дней по суточную все это настраивается может работать трех режимах либо от внутреннего либо от внешнего датчика либо от того и другого есть все что нужно но кроме дистанционного управления по bluetooth но в этом я вообще не вижу смысла либо можно провести три провода и этот же датчик поставить в удобное положение в удобное место в той же детской комнате либо где-то в коридоре в коридорах как правило чуть попрохладней либо в центре вашего дома в принципе то есть не на наружные стены ставить а в центре и пускай он работает вот по этому датчику по внутреннему но нужно иметь ввиду что он чуть-чуть будет больше показывать из-за того что сам тепло создает и все два провода будет 220 питания а третий будет возвращать 220 на потребитель если во втором случае то возвращает 220 он будет сюда то есть он будет разрывать цепь питание насоса как только установленная температура гистерезис тоже можно установить превысила на 1 градус допустим он отключил насос обратно включает при допустим понижение температуры до установлены это вот самый интересный пример установки и почему хорошо вот это ставить в саму комнату он показывает температуру текущую и температуру установленной то есть он будет все показывать показывает время и установку и показан включена ли не включена у вас отопление то есть это очень удобно очень информативный дисплей можно усложнить систему допустим как у меня здесь меня работает ардуинка очень много ошибок эта система была тестовая но менять я ничего лень тут и корпус пластиковый надо ставить и все на соплях в общем работает ладно то есть сама ардуино она у меня смотрит температуру по наружному датчику обычная датчик он установлен в кухне она смотрит какая температура там и по установленному гистерезису там смотря как прошьете разрывает питание насоса я здесь буду добавлять контроль температуры вот этого вот котла то есть убирать вот этот датчик но он останется конечно как условно говоря аварийный но основную работу будет выполнять вот это сама ардуинка то есть подключать отключать вот это вот модульные реле то есть будет контролировать температуру вот этого теплоносителя внутри системы относительно температуры за бортом ну для примера допустим температура за бортом 6 у меня сейчас комнате 23 в доме и если температура 6 то комфортная температура в теплоносителя для того чтобы он не отключался это 50 градусов то есть условно говоря 60 градусов должна быть дельта чем ниже температура тем выше у нас должна быть температура здесь то есть эту зависимость можно для себя выработать для чего это этим нужно заниматься это нужно для того чтобы всегда была работающая система отопления то есть всегда чтобы вот эти радиаторы они были теплыми не факт что горячими чтобы были теплыми это замечено мною уже на протяжении полугода я не понимал почему мне холодно дело в следующем как известно алюминиевые радиаторы намного лучше этих конвекторов только потому что у них больший процент инфракрасного излучения любой металл нагретый излучает тепло то есть есть излучение теплом передается есть конвекции и вот это вот излучение это самая комфортная pencil и самое идеальное тепло для человека то есть нам же нужно не температуру воздуха нам нужна в комнате нам нужно ощущение комфорта то есть ощущение тепла инфракрасная излучение дает это ощущение тепла если у вас стены еще вообще идеально стены если тепло Если они все сияют теплом, условно говоря, вам будет ещё комфортнее. Именно поэтому и с тёплыми полами комфортно и более экономично. Почему? Потому что с тёплыми полами вы можете поддерживать температуру воздуха в помещении. Не 23, допустим, как у меня, а 21. И будет так же комфортно, как и при 24 градусах с конвекторами электрическими. Не такими радиаторами, а конвекторы. Потому что они греют только воздух, излучения у них практически там нет. А для того, чтобы ощущать себя комфортно, без инфракрасного излучения, температура воздуха должна быть больше. А чем больше температура воздуха, тем более широкий воздух. То есть давление повышается, естественно. Вес на единицу объёма уменьшается. И, соответственно, пыль себя ведёт по-другому. Оседает она меньше. И вот это ощущение духоты появляется. И то, что называют вот эту глупость, там, кислород сжигает. Вот весь этот бред, он идёт от того, что люди просто не знают. Никакого кислорода не сжигают конвекторы. Это просто из-за того, как ведёт себя пыль. Вообще все частицы ненужные в воздухе. Они просто не оседают и витают. Чем больше температура воздуха, тем меньше относительная влажность. То есть он больше может воды держать в себе, воздух. Но этой воды просто нету. Соответственно, относительная влажность падает. И вы дышите точно так же. И воздух сухой. Это проблема у всех зимой такая. И в совокупности с тем, что температура воздуха больше, чем нужно, некомфортно. Поэтому, что к чему я пришёл? К тому, что когда отключается отопление, ну вот, отключился насос, и вот здесь вот до 24 поднимается у меня температура, он отключается. И долго ждёт. Он может 2 часа, 3 часа быть отключенным отоплением. Солнышко греет, допустим. Солнышко греет не так заметно. А если вот паспортно, как сейчас или вечером, но всё равно 23 градуса. А я хожу и мёрзну. Ну не мёрзну, а как-то зябко. Я смотрю, 23 градуса. Почему мёрзну, не понимал раньше. И мёрзну я всегда, когда отключено отопление. То есть, когда они просто холодные. Пусть они не 50 градусов, как сейчас. Даже пусть они будут 35 или 40. Всё равно будет комфортно. А для того, чтобы этого достичь, нужно сделать так, чтобы он работал практически всегда, но поддерживал здесь температуру теплоносителя ниже. То есть, если на улице теплее, температура теплоносителя ниже. Если на улице холоднее, температура теплоносителя выше. Вот эту зависимость очень просто задать математически и управлять температурой здесь, Ардуино. Этот вариант ещё сложнее, но это будет идеальный вариант. И насос будет всегда работать. Хотя это не сильно важно. Пофигу ему будет. Ничего не станет. Но у вас не будет отключено отопление. Не будет прыгать давление, там опускаться до одной, там потом до двух и так далее. Всегда будет поддерживаться температура определённая, но не больше, чем нужно. Вот, собственно, всё. Наверное, я сказал всё по этому поводу. Продолжение следует...